В буддийских странах есть традиция, что многие практикующие буддисты, не буддисты, те, которые заинтересованы в духовном развитии, принимают, так называется, пять правил поведения, пять обетов нравственности. Первый обет, первые правила поведения – воздерживаться от убийства, чтобы мы могли делать свое сердце чутким, не чувствуем, не грёбым, не причиняя другим страданиям, не обращаясь с другими насильственно, путни насилия, не убивая. Теперь, конечно, возможно, людей мы не убиваем, кто-то говорит, я даже животных больших не убиваю, я живу в городе, в фалькирии, там не то животных, а если кто-то живет за городом, если кто-то выращивает цветочки, то они нравятся цветы какие-то, а не только в амане нравятся, а жучкам всяким тоже нравятся. И воздерживаться от убийства. Это тоже может быть в практике, которая делает наше сердце не эгоистичным. Второе правило – воздерживаться от воровства. Не брать того, что принадлежит угром. Быть честным. Опять каждый сам за себя определяет, это воровство или не воровство. Банк не пойдет в раппи. Хотя, может быть, пошли, если бы было возможно. По определению не получиться, даже не думая, могу это... Но если что-то, если так, то есть поздно. Может это нечинят, может взять себе... Или другое авторские права, нарушение авторских прав, воровство или не воровство. Кто-то трудился над работой, над этим, а мы говорим, а зачем платить? Можно же нажать кнопочку, и там все приходит на кабинет, да? Но это в мире. Все бесплатные. И фильмы, и музыка, и программы – все бесплатные. Они так богаты. Что там? А я длинный. Это какое наше понимание? На Западе, в Америке, в Канаде. Они воспринимают, что это воровство. Надо человеку, который трудится над чем-то заплатить. Сексуальная энергия. У меня есть столько, что вы смотрите, о чем вы думаете. Иногда это не означает, что физический контакт – это что-то плохо. Вы живете в миру, у вас семья, у вас родные, близкие, любимые люди – это нормально. Но иногда кто-то одержим, бывает, не может отпустить. Конфликт проявляется. Может, тело не делает ничего. Тело мог прийти на эту встречу, тело сидит. Сменно, спокойно. А глаза закрыты, а ум? А он может фантазировать. Он может думать, предаваться каким-то своим мечтам, фантазиям. Поэтому иногда в духовной практике мы можем тоже развивать эту аскезу. Воздерживаться полностью может быть сексуальной активностью. Смотреть, можем ли мы контролировать свое желание? Можем ли мы управлять? Или оно такое же эгоистичное? Только мне. Только когда я хочу. Только как я хочу и так далее. Четвертое мы говорили – воздерживаться от неумелой речи. Пятое – воздерживаться от огняющих веществ, вспыльных веществ. Это интересное правило – воздерживаться от одурманивающих веществ, от тех веществ, которые меняют наш ум, сознание. Очень часто многие путают духовную практику, измешивают, говорят – «Я снял, я видел там какие-то картики йогинов, он там сидит в медитативной позе и что-то похудевает». Тогда была одна моя третья и говорит – «Я медитирую, мне нравится медитировать, но здесь практика медитации такая сухая. Закрыть глаза, наблюдать вдох и выдох, вдох и выдох». Говорит – нет. Так, так сухо не идет. Надо чем-то себе помочь. И он говорит – «Я однажды попробовал, я однажды покушал каких-то грибочков себе». И когда покушал какие-то грибочки, потом медитация так пошла. Там прямо я увидел реальность брызла. Я, наверное, просветляю, я увидел. Я покушал и сразу, сразу все поплыло. А в буддии мне говорится, что жизнь непостоянна, что течет. Он говорит – вот это я увидел, наверное, все плывет. Нет. То, что у вас поплыло, это не имеет никакого отношения с непостоянством. Но многие путают это. Буддийская практика, какой бы ты техникой не занимались, всегда должен иметь одну общую черту – приближать к реальности. Создавать ум пресвый, открытый, бодрый. Не ослаблять этот ум, не перемещать его в какую-то иллюзованную реальность, в какое-то другое измерение, трансцендентальное состояние, астральное состояние еще, а приближать к реальности. Чтобы была гармония с тем, что мы практикуем здесь, в зале. С тем, что мы практикуем, сидя у себя дома, на полу, с закрытыми глазами. И с тем, что мы видим в метро, на работе, по телевизору, в городе и так далее. Чтобы не было два иных стандартов, чтобы не было у нас каждый день на теории и практике, реальности и выруманного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова